Всем привет, дорогие зрители и подписчики канала, как всегда на канале Семенович Чемодан. С вами я, Славян. Ребятки, я вас сегодня приглашаю в нереальнейший крутой выпуск. Мы как будто бы с вами приехали в Великобританию. Знаете почему? Потому что мы сейчас в том городе, который в какие-то там волосатые годы строили британцы. И архитектура здесь британская, все в британском стиле. В общем, сейчас, когда мы будем гулять, вы все сами увидите, все поймете. Здесь очень-очень круто. Вот прям... Это вообще не похоже на Шри-Ланку, на те места, где мы с вами гуляли и были. Не буду затягивать. Ставьте лайки, пишите комментарии и погнали. Если вы смотрите наш канал, то, скорее всего, вы путешествуете, либо планируете свое путешествие. И это очень круто и хорошо. На самом деле, в путешествиях нужно обязательно застраховать свое здоровье, так как вообще ничего не предсказуемого. Также можно застраховать багаж и застраховать абсолютно все, что вы берете с собой в путешествии. И многие у нас спрашивают. Славян, подскажи, где страховаться? Я рекомендую компанию Екта. Компания работает по всему миру. Поддержка 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Отсутствие скрытых пунктов в договоре. Получение страхового полиса онлайн. Страховка покрывает ковид. И, конечно, в нынешних реалиях это очень-очень важно. Неважно, как вы отдыхаете, активно, спокойно, либо экстремально, то полис от компании Екта вам по-любому подойдет. В описании к этому видеоролику я оставлю ссылочку на данную компанию. Переходите, забирайте свою скидку и покупайте качественный полис страхования. Кто вчера пропустил выпуск «Ничего страшного», ну как, кстати, страшно, потому что нужно его обязательно пересмотреть. Вот там мы сделали подробный рум-тур, вот квартиры, куда мы заехали. Обязательно гляньте. Если вкратце, то у нас здоровская кухня с прекрасным видом на чайные плантации. Представляете? Вот так вот. Красотича, красота. Сейчас будем готовить завтрак. У нас на завтрак куриный эк, чикен эк, эк. My name is славян, учу английский, все дела. Вот, breakfast, чикен эк, 10 штук, сковородки, пока есть и пока яичница. Вот, и будем садиться, приятного аппетита, кушать ням-ням. Позавтракали, отправляемся теперь на прогулку. Сейчас я вам покажу. Вот, смотрите, у нас на террасу выходишь, и вот так вот чайные плантации. Номер прикольный, отель прикольный, расположение прикольное, но сам корпус, который, да, в котором мы живем, он не совсем прикольный. Потому что, видите, смотрите, мы спускаемся уже с третьего этажа, а дальше нам предстоит еще спуститься с горки. И как бы спуститься-то полбеды. А вот подниматься, когда мы еще заезжали, эти все портфели туда-сюда, это, конечно, еще то удовольствие. Сейчас я вам покажу просто этот спуск. И он действительно очень крут. Смотрите, смотрите, как внизу, и вот в пару ходах я поднимал все сумки. Хорошо, здесь в отелях помогают ребята поднимать. Видите, как у нас получается самый высокий корпус. Вы, наверное, обратили, да, что мы в штанах, дети, что я в кофте. На самом деле этот город Новораэля находится прилично в горах, и здесь прохладно. Ночью температура упала до 13 градусов. Так было свежо в квартире, свежо, так прям прикольно, что после океанской духоты в 33 градуса здесь, конечно, классно. Это, как знаете, примерно на Колорасной поляне. Днем жара, вечером прохладно. Первое место, куда мы приехали в этом городе, это называется парк Грегори. Вход и заезд сюда платный, взрослый стоит 500 рупий, машина стоит 100 рупий. Значит, детям бесплатно. Вот такие вот билетики дают на кассе. Заезжайте, паркуетесь. Здесь большая, в принципе, парковка. Мест всем хватает, ну, по крайней мере, пока. И отправляетесь гулять. Мы сейчас приехали гулять на озеро Грегори. Озеро это искусственное. Создано оно на месте болота. И создало его мэр. Это еще во времена британского Сейлона. Место создано было для того, чтобы британцы могли здесь прогуливаться, заниматься спортом. То есть до сих пор оно для этого и существует здесь. Также это является площадкой для водных самолетов, которые на воду приземляются. Также здесь можно погулять, покататься на вот таких же лебедях, как мы катались. Лодочку. И хорошо провести время. Здесь на любой вкус есть катамараны, вот эти в виде, что это, лебеди, утки, моторные лодки. Есть даже водные мотоциклы. И здесь, собственно, можно покататься и насладиться этим болотом, в общем. Есть даже небольшие инсталляции. Скрючи-макдаки всякие, микки-маусы, винни-пухи, пингвины. У нас Мирошка-звезда, видите? Фотосессия. Здесь также в парке есть достаточно большая зона фудкорта, так что гуляя здесь, конечно, голодным не останетесь. Причем самая разная кукуруза, всякие чипсы, рисы, хот-доги, выпечки. Короче, на любой, так сказать, лангийский вкус. Мы как эти, фотозвездные. Все подходят, видите, фотографируются. Вот так вот. Мы двигаемся дальше. Здесь, вот видите, разные-разные всякие лодочки, мостики. А вон там фуникулер. Вот, интересно, что это просто памятник фуникулеру или реально куда-то уходит канатная дорога? Ну, я думаю, что навряд ли, конечно. Видимо, просто как типа... А могла бы и быть. Самое, что прикольное в этом парке, что полностью-то он окружен чайными плантациями. В этой части парка можно покататься на лошади. А фуникулер это просто инсталляция какая-то. Вот его поставили. И, мол, типа, туда просто можно подняться и посидеть. Ну, я не знаю, если бы сюда, куда-нибудь здесь бы запустили фуникулеры, то была бы на самом деле тоже отчасти прикольная история на какую-нибудь вершину. Но, мне кажется, на Шри-Ланке фуникулеров нету. Зайти раут. Вот так вот. Кафе на воде. И виды с этой стороны на парк. Вообще, можно целый круг вот так прям вдоль парка сделать. Конечно, большое расстояние. Но, тем не менее. Кафе на воде. Кафе на воде. Кафе на воде. А после парка мы отправляемся на вершину. одного дерева. Поехали. Вот посмотрите, мы едем просто по чайным плантациям. Здесь такая узенькая дорога. И мы вот так вот вдоль чая. Просто его тема. Огромнейшее количество. Мы сейчас остановились, делаем промежуточную точку. Радюш, выходи, для того, чтобы насладиться видами. Здесь строится храм. Часть построена, часть достраивают. Парковка. Можно дальше что-то подниматься. Стоит вот такой гигантский слон. Просто статуя неживой. Будда. Монахи, скульптуры монах. Въездные ворота очень красивые. И открываются потрясающие виды. Вы только посмотрите. Озеро, где мы гуляли. И вот про что я говорил, что вокруг этого озера сплошные чайные плантации. И вот как раз именно вот с этой точки, это уже очень хорошо видно. Видите, они вообще их просто много. Да. Невероятно. Там вершины. Эх, было бы не облачно. Было бы потрясающе. Видите, какая низкая облачность. Я как высоко мы находимся к облакам, что облака прям стелятся на горы. Вроде горы то невысокие, но тем не менее, да, мы все равно высоко. Красиво. Как я уже сказал ранее, здесь это огромнейшая скульптура слона. Но меня знаете, что удивило? Не знаю, откуда это, возможно, как-то так дождь. Но смысл в том, что смотрите на его глаза. И из глаз текут слезы. Как будто это волшебство. Ну да, как будто это волшебство. Что с одной стороны, что с другой. Как будто не настоящие глаза, так кажется. Вообще. Дорога на вершину настолько плохая, что мне кажется, наша табуретка вон там просто разорвет себе все днище, и у нас будут проблемы. Поэтому и развернуться здесь не вариант. А хотя осталось так чуть-чуть на самом деле. Опа. Поэтому спускаемся задом по этой дороге. Мы приехали сейчас в центр города. Здесь, смотрите, как прикольно. Здесь старинные, старинные высоченные сосны. Если это сосны. Но очень похоже. Вон там шикарнейшие поля. И там я уже увидел людей, которые играют в гольф. Кстати, здесь, как я читал, здесь развитая вообще вот этот спорт, как игра в гольф. А по правую руку находится парк Виктория. Там же есть музей Виктории. И вот тут вот справа красивая-красивая почта, пост-офис, которая как раз сделана в британском стиле. Или мы, когда ее вчера проезжали. Я такой, типа, нига себе! Вот это да. Сейчас тоже обязательно туда дойдем. Я вам покажу. Туда зайдем. Все посмотрим. Потому что безумно, конечно, интересно, как все это дело смотрится. И, кстати, классная зона до парковок, потому что здесь постоянная тень. Кстати, парковка здесь платная. Мы читали, что там парканулись. Стоит 100 рупий час. Вот. И здесь, кстати, сразу же есть рынок, на котором продают всякие безделушки, продукты, овощи, фрукты. Вон, классные-классные палатки. Можно кучу всего купить. Ну и, естественно, всякая различная сувенирная продукция. Да, вот тут вот это и есть парк Виктория. Осталось найти только вход туда. Мы зашли на территорию. Значит, взрослый стоит 500 рупий, детский 250. Но она сказала, что детям фри. Причем, самый интересный, дала нам два билета. Один 300 рупий стоит. Второй стоит 500 рупий. Черт знает, что. А взяла с нас еще рупий. Ну, ладно, пусть будет так. Вообще, парк Виктория один из самых красивых и ухоженных городских парков в Шри-Ланке. Вот так вот. В каком-то смысле это даже и ботанический сад, поскольку некоторые растения здесь помечены табличками. Здесь есть столики, за которыми можно посидеть. А вот, что касается табличек, вот, например, смотрите, увидел сразу первую табличку. Вот, название дерева. Здесь, кстати, в этом парке водятся несколько видов речайших птиц, представляете? Я не думаю, что аисты являются речайшими. Пока речайшие ничего не видели. Если что-нибудь увидим, обязательно надо будет подснять фонтан, который, походу, не работает. Зарос уже весь кувшинками. О, вот это алоэ вера. Представляете, какой мощнейший. На нем даже всякие надписи уже сделаны. Смотрите, какие деревья. Они как эти. Как они называются-то? Кусты, 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 забыл название, помогайте мне. Которые, если их подстричь, на руку попадет, на солнце попадешь, и все будет конкретный ожог. Забыл название. Ну, что-то типа похоже, да? Только это очень высокие. Вот это вот, это я ошибся, это не алоэ, похоже, это вообще агава. Это из чего делать текилу. Прикиньте, походу, можно листик оторвать и так или нет, Артемка, это агава. Посмотрите, какое прикольное дерево с аркой, и там стоит лавочка. Смотрите, Артема, какое дерево. И там лавочка. Отличный купол спрятаться под солнцем. Всякие цветочки, цветочки, ну реально такой, типа ботанического сада. Еще на территории есть кафешечка. Такая вот беседочка. Мне очень нравятся вот эти деревья. Смотрите, очень необычные. Они типа елка, типа пальма, типа сосна, типа непонятно вообще что. О, видите, прикольные вообще. А аист здесь вообще просто гуляют. Да? Попугаи. В этом парке вот такое вот дерево растет. Смотрите. Огромное, огромное, старинное, старинное. В 19-м году металлическое. Этому дереву было 100 лет и его посадили в честь мира во всем мире. Что очень важно, конечно. Даже в парке есть небольшой детский парк, но он такой из раздела странный. Все металлическое, знаете, как у нас, помню, в детстве. качельки такие металлические, горки металлические. Здесь в центре находится автовокзал, много басов, наша задача сейчас перейти дорогу и мы попадаем как раз вот в пост-офис, он как раз перед нами. Нереально красивое место, вот собственно британская архитектура. Строили британцы, там ратуша центральная, а мы пойдем сюда в отделение, чтобы посмотреть, что здесь есть. Вообще это является туристическим местом, сюда привозят туристов, которые путешествуют по по острову. Ну, пойдемте. Ничего красивее в плане почты я еще не видел, это прям вообще красотища. Вот в такую почту, представляете, сейчас будем заходить. Телеграф, офис, велкам. Отсюда можно, кстати, отправить открытки в разные места нашей планеты. Блин, смотрится, конечно, великолепно, а? Ну-ка, пишите в комментариях, кто видел почту красивее. Как тебе, Тёма, почта? Круто. Сивая? Да. Да. Это марки. Это собственно марки, которые можно приклеить на открытку и оно куда-нибудь отправится. Сейчас попробуем узнать, может, что-то даже отправим. Мирош, пошли, рыбок посмотрим там. И где рыбки? Вот, в аквариуме. Да, слушайте, туристов просто тьма. Это прямо туристическое место. сюда ведут всех. Это походу год основания, да, 1194? Пойдем, Мироша? Пошли. Ну-у, столпотворение. Вот это дела. Пошли, пошли, пошли. Пойдем. для местных это почта, а для нас это прям какой-то вау. Что внутри? Внутри просто вот боксы, сюда закидываешь открытку, рыбки, здесь вон офисы какие-то, не знаю, и собственно вот он, боксы. Время востока забирают почту, локал, а, это местная почта, сюда местную сбрасываем все марки, а вот сигнал метр бокс, вот сюда нужно международное отправлять. Мы на почте решили купить открытки вот так вот, вот такие красивые, эти три открытки мы разыграем на стриме и отправим нашим зрителям прямо отсюда с этой почты вот вида фотографии этой почты. Мы купили марки, теперь нужно марки приклеить сюда. Здесь вот стоит клей чикс, вот так пум 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 и под вторую марочку. Первую открытку мы отправляем нашей маме вот туда в честь праздника тут пожелание написали вот он интернациональный бокс и вот так остальные три открытки пойдут нашим зрителям мне кажется это топовая почта еще так легко можно отправить отсюда открыточки на подарочки это прям круто это очень красивая почта ловите ловите наши победители от нас с любовью еще покажу что меня удивило видите это кемпинг и здесь стоят караваны мы приехали домой Настенка немножко отстала от нас а мы уже минут 5 наверное 7 дома и никого нету ну в смысле Настенки нету видимо она потерялась и ходит нас ищет где же мы где она стейшн она стейшн она стейшн слышите говорит где вы где вот так вот впереди нас целая деревня коттеджный поселок наверное вот так будет правильно сказать построенный в британском стиле а приехали мы на чайную фабрику ну ну какое путешествие по Шри-Ланке может обойтись без вот посещения чайной фабрики это же родина родина черного зеленого чая вот Педро все плантации которые мы здесь вот вы видели в предыдущем выпуске и в этом выпуске это все относится вот сюда вот Педро здесь такой большой большой завод вот пожалуйста целонти Стелла Педро так здесь у нас что-то что-то написано понятно о а что это такое смотрите здесь какая интересная смотровая площадка вот увидел родик а я не знаю это вот какой-то шар стоит непонятно в честь чего непонятно в честь кого о ну да и здесь мы можем спуститься собственно смотрите погулять по чайным плантациям естественно все это сделаем там вон озеро какое-то возможно полетаем я надеюсь очень так здесь можно в ресторанчике чай попить ладно давайте спускаться так понятно не ищет легких путей все понятно вот они начинают с плантации так вход кстати вообще бесплатный ничего нам не сказали но обязательно какой-то чаек так здесь что-то связано с Америкой здесь что-то связано с Канадой здесь что-то связано с Японией здесь что-то связано так я бы не помню что это за флаг но мы начинаем наше путешествие вот по плантациям по чайным плантациям не пахнет ничем ну понятное дело что он же проходит различную переработку этот чай то есть это просто просто листики ферментации и прочее и прочее потом мы уже непосредственно видим все что у нас есть какой-то там с добавлением какой-то под землей например пуэрчик самый мой любимый чай но сам факт того что смотрите как здесь красиво и здесь кругом 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 вот все в этих плантациях ох вот Мирошка побежал изучать да где мы мы в чайных плантациях да вот здесь чайные плантации да вообще здорово что ты скажешь чаем конечно не пахнет но тем не менее о смотрите а вот чай кстати цветет у него оказывается есть такие бутоны я даже и не знал вот так вот прикольно мы на самом деле здесь сейчас вот на этих плантациях сделаем просто фотосессии там смотрите фотографии наших всех площадках на ютубе только видео а на дзене в группе во вконтакте в наших телеграм-каналах там фотографии поэтому интересно нас подписано быть везде вот смотрите как красота не пойму он обгорел что ли щуки красные руки заходим вовнутрь посмотрим что у нас здесь вот смотрите и старинные весы тележка так здесь вот сразу лежит набор разных чаев даже можно открыть и посмотреть какой пахнет кстати вообще все черный чай здесь можно подегустировать попить фотографии здесь информацию здесь все на таком языке на котором мы не знаем очень старинные фотографии 1890 год на минуточку вот и собственно магазин чайка ничего себе банка стоит тысяча рублей на наши деньги 5000 рупий вот такие 3000 рупий а здесь 6 коробок 6000 рупий вот еще продают корицу и гвоздику таким прекрасным видом мы сейчас будем дегустировать чаечек подошли здесь к женщине здесь как-то так сыровато потому что они не подходят ничего не предлагают здесь нужно вот мы нашли ее говорим типа дегустейшн ангель такие там сколько человек вот мы сказали сейчас вот сели она говорит присаживайтесь типа сейчас нам принесут чаек попробуем вот нам принесли чаечек на дегустацию это правда было 5 чашек заказать 4 заказал ну ладно это вот прям это чай вот с этих полей я конечно это очень надеюсь так это сахарок пробуем ну типа тебе одну вкусный парням вообще делают целую процедуру насыпали сахар по 3 ложки в эти мерзун мензурки и вот так мешают мешают потом вот так вот а тягучес наверное проверяет наверное так мирошка сам попросил говорит поснимай мне как я чай пью давай пей я тебя снимаю давай вот так вот ты пьешь да вкусно сынок вкусный чай вкусный давай вот так вот так теперь ага вот так ты пьешь ложечки лучше все поставить давай поставим нет не надо какой-то давай вот так нас вот так наряжают смотрите дали такие фартуки и мы сейчас пойдем видимо туда вот смотреть как производится чай стоит экскурсия 500 рупий взрослые дети бесплатно мы идем не одним мы идем группой то есть подождали когда наберется несколько человек нас человек восемь наверное и идем слушать что нам будут рассказывать правда будут рассказывать по-английски поэтому мы заведомо ничего не поймем кроме слова tea black tea green tea и прочее ну что как вам экскурсия понравилась нам тоже на самом деле съемка запрещена фото видео съемка запрещена плюс разговаривают рассказывают исключительно на английском языке и самое что интересно все процессы выключены единственный был процесс на финише когда уже дели чай по корзинам то что мы посмотрели а в целом все станки все оборудование стоит на стопе там даже чай не загружен вот поэтому интересно ли было да хрен его знает мы хотели прям процессы все посмотреть а получается увидели только последний процесс ну вот как-то так ладно сейчас едем на последнюю локацию мы приехали на последнюю локацию я уже вижу сейчас покажу собственно это тот водопад который там у всех на картинках смотрите как он круто смотрится мы так уперлись вот он падает с высоты огромная огромная вообще я знаю что даже можно как-то на самый верх подняться а вот где здесь тропа к нему я не совсем понимаю я не знаю правильно ли я иду но по таким вот улочкам хэллоу вода вода местный меня остановил говорит ты идешь не туда ну вроде говорит туда нам немножко проехать сейчас попробуем за моей спиной такие красоты здесь посмотрите какие леса вон ходят местные я вижу короче здесь есть какие-то тропы возможно даже вот тропа начинается в таких короче непонятных дебрях поэтому я вообще подумал так так-то его вот прям слышно ну-ка ладно пойдем немножко пройдемся вообще я потом подумал нужно просто этот дрон запустить туда долететь и посмотреть какие там красоты решил туда не ходить потому что вообще непонятно как дорога портится погода и моросить дождики чтобы не затягивать давайте мы туда сейчас слетаем полетели ну Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok